В новом ядре D7 активно используется объектно-ориентированный подход к программированию, или кратко ООП. Если вы смотрите данный курс, то вы должны знать, что это такое, поэтому не буду на этом останавливаться. Для Bittrex использование ООП – это качественный скачок. На минуту хочу обратить ваше внимание, что Bittrex был основан в 1998 году, а Bittrex управление сайтом 3.0, как коробочный продукт, вышло в 2003 году. И система до сегодняшнего дня поддерживает обратную совместимость всех своих версий. Ну и также при написании своего собственного кода на новом ядре D7 необходимо использовать ООП. Первым важным нововведением ядра D7 являются компоненты на классах. Данная возможность появилась с 12-й версии главного модуля, то есть еще раньше релиза самого нового ядра D7. Это была его первая ласточка. Во-первых, это структурированный код. Во-вторых, это возможность наследования. Да именно так, возможность наследования компонентов. То есть если вас по каким-то причинам существующий компонент не устраивает в полной мере, то раньше вы просто копировали существующий компонент в свое пространство имен, в свою папку, изменяли код компонента под свои потребности. Сейчас же вы можете просто унаследоваться от исходного компонента и переопределить нужные вам методы исходного компонента или добавить свои. Это все полностью в рамках принципов ООП. Но, чтобы было более понятно, разберем короткий пример. Теперь вместо компонента PHP, для того, чтобы компонент работал на классах, вам необходимо использовать файл класс PHP. Файл .parameter.php, .description.php, папка templates, никаких изменений не претерпели. Открываем класс PHP. Я для вас подготовил простой пример. Мы должны создать класс, который будет унаследован от класса C-BitressComponent. Наш класс мы назвали класс Components. Имя класса может быть произвольным. В данном классе мы должны определить метод executeComponent, который и по факту при выполнении компонента запускается. В нем вызываем метод includeComponentTemplate. Данный метод подключает шаблон. А выше, как вы можете наблюдать, выполняется наш код, который, собственно, и реализует логику работы компонента, формирует массив данных. Выше у нас описан метод var1, в котором что-то происходит. В нашем случае просто формируется некий текст, и он возвращается. А в executeComponent мы результат работы var1 добавляем к arResult. У нас размещен компонент и выводится дамп данных arResult. Мы о таком формате вывода позаботились в шаблоне и ранее. Как вы можете наблюдать, компонент отработал, информация была сформирована. Ну а теперь применим главную фишку, создадим компонент, который у наследуем от ранее нами созданного. Создаем еще один компонент, который будет наследоваться. Файлы description.php, параметры php, шаблоны компоненты place нам нужно создать заново или скопировать. Они никаким образом не наследуются. Также создаем файл класс php. Первым делом мы должны вызвать метод includeComponent класса cBitrisComponent, в который передаем имя компонента, от которого будем наследоваться. Метод инициализирует компонент, и нам становится доступен класс компонента, и мы можем от него наследоваться. В противном случае нас ждет ошибка. Обычным образом наследуемся. В нашем случае наследуем класс класс-компонент execute, от класса класс-компонент. В исходном классе у нас есть метод var1, не трогаем его. Создадим метод var2, который будет делать то же самое, что и var1, но возвращает другой текст. Далее нам нужно перепределить метод executeComponent. В противном случае у нас не вызывается наш метод var2, так как исходный компонент о нем ничего не знает. Но у нас всегда есть возможность не перепределять полностью метод. Мы сначала вызовем метод var2, результат работы которого добавим в arResult, а потом вызовем метод executeComponent, класс-компонент, от которого мы наследовались. Хочу обратить внимание, что вызывать includeComponent tPlace не нужно, так как его вызов есть в исходном методе executeComponent. Также весь код, который формирует массив данных на вывод в шаблоне, необходимо поместить до parent executeComponent, так как после вызова includeComponent tPlace в исходном классе исходного модуля результаты работы уже никак не попадут в шаблон. Если же вас такие ограничения не устраивают, вам необходимо добавить в произвольное место код или какой-то код убрать метод executeComponent, то вам необходимо перепределить его полностью. Идем в публичку. У нас тут сверху выводится исходный компонент, а ниже мы разместили унаследованный компонент. Как видим, у нас в массиве arResult присутствует результат работы как метода var2, который мы здесь описали, так и метода var1, который был унаследован. Продолжение следует...